Ускорение компиляции карты через CPU Control Привет! Если ты смотришь этот ролик, то возможно перед тобой стоит вопрос, как поторопить компилятор и получить БСП-карту быстрее на своем ведре. Начнем издалека. Хамеру, как и компиляторам ВИС и РАД, более 10 лет. А это значит, что для многоядерных процессоров они как мертвому припарки. Ибо приложения являются 32-битными, что исключает возможность использовать современные CPU на полную мощность, а также переваривать более 4 гигабайт оперативных данных. Насколько показывает практика, самым эффективным решением медленной компиляции будет принуждение приложения использовать два ядра вашего CPU. Как бы ни звучало это странно, но именно два, не четыре и не шесть. Чтобы скомпилировать эту простую карту в обычном режиме, потребовалось 75 секунд. Запомни это число. Теперь установим и запустим приложение CPU Control. Включим русский язык, если так удобней. Далее начинаем компилировать любую, желательно массивную карту, чтобы в списке процессов успеть захватить ВИС и РАД-компиляторы следующим образом. Мы создаем пресет, в котором указывается, что оба процесса всегда будут использовать строго два ядра CPU. Все, можно перезапускать Хаммер. Запускаем компиляцию еще раз и на выходе получаем около 50 секунд вместо 75. Вот так вот просто мы имеем баф около 20% к скорости компиляции. Если карта маленькая, это не особо и критично. Но, если в обычном режиме проект будет компилироваться 75 минут, а через контроль ядер 50, то уже можно ощутить разницу, не так ли? Альтернативный метод. Диспетчер задач. Если вы не хотите ничего устанавливать, то можно при компиляции найти и вручную заставить работать ВИС и РАД-компиляторы в двухъядерном режиме. Результат будет тот же, только в отличие от CPU Control, вам придется при каждой компиляции проделывать этот трюк из раза в раз. Надеюсь, это видео станет кому-то полезным. А пока у меня все. Удачи, тамодачи! Субтитры сделал DimaTorzok